доброе субботнее утро евгений взял телек телек взял несколько объективов будет фотографировать я буду снимать мы поедем в город пенискова да это часик отсюда мне коллега посоветовал до съездить взяли фотки там есть замок и вот так что там тоже снимем что-то так я выгляжу маечку на часах 11 утра вообще-то евгений мы как-то сегодня поздновато поздно встали даже потому что с червячем пили вино первый раз кстати за две недели это было не вкусно отяжение приема такой вы не поверите где мы мы только за кофе а так вот тут все 11 утра он не работает реально субботу давай чекнем сколько открывать ты что ровно один сидится он наверно двенадцать открывать ну что-то 12 ясно тогда мы пьем кофе там холодный нет пожалуйста нет умоляю мы приехали пени скоро внизу уже два часа так стоим у меня есть ощущение что я как будто в какой-то швейцарии конечно не была в ней ни разу но здесь так красиво и я вообще не чувствую себя как будто я в Испании потому что у нас это другая Испания такая более испанская тут как-то даже дороже посмотрите даже какая-то речка ну прудик какой-то посередине города красиво они капельки вот видишь рыбешки рыбешки здесь господин тут хорошо часы да темечит тупец кроме на карьеры вот вот посмотрите этот город немножко на горочке И вот это вот озеро полная рыба. Блин, какая красивая. Прости, еще раз. Кофе. Да, только пойдем, ну, куда-то подальше от этого туристического места. Да, давай. Потому что... Бикос? Потому что я... Потому что я же Диара. Я не хочу тратить 10 евро на посредственный кофе. Ладно, давай найдем непосредственный. Непосредственный кофе? Да. О, мы сейчас будем по замору. Мы пришли с Женечкой выпить кофе. Какие-то здесь немножко дорогие тапосы. Я смотрю по ценам. А тогда выпьем, пожалуйста. Иришской цены. Вот такой вкусненький кофе. И лимонный пирог. По правой кофе. Капар. 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 А у тебя он нормально снимает? Красиво. Мне уже не нравится, как он снимает. Не, сейчас Саша фотографировать собирается. Вот такие вот карашки. Просто город в замке. Реально. Я бы хотел держать. Капа волос. Вау. Look at this. Боже, как красиво. Вот, друзья, это не передать словами, потому что вода нереально. Лазурного цвета. Лазурного цвета. Субтитры делал DimaTorzok Дом, камень, а там водочка Офигеть Посмотрите, какие улочки Самый конец Посмотрите, какая прелесть Вата Ну не вата, а пена Как красиво это все В замке, понимаете, прям внутри этих стен А посмотрите, какой здесь Красивый камень Везде И вон замок Я тихонько разговариваю, потому что здесь Очень тихо, есть такие туристические Улочки Тоже такие тоненькие Там, да, там кафе Всякие сувениры, а здесь так тихонько Здесь уже живут люди Женечка фотографирует На пленку Кае Суспиро Красиво, правда? Ага, просто балденно Вот город И стены замка Здесь, кстати, открыто Хотя входы в замок сам Не знаю, где-то 10 евро, наверное, стоит Может, меньше даже Но когда ты гуляешь по городу Ты практически половину замка туда не обходишь Не знаю, может быть, в замке есть какие-то выставки Мы пойдем, не пойдем Еще не знаю Ну вот, смотрите, город видим Это так круто Это что-то новенькое Мы такую Испанию Женя пока еще не видели Вот Так красиво Мне, главное, коллега посоветовала сюда Ехать Всем привет Это видеоблог О моем Моей квартире, хотела сказать Вот здесь вот Пока, правда, на улице Наша хата Пока только на улице Всему свое время, так сказать В смысле? Ну и как мы сюда вышли? Мы живем в Санюхе Мы не делаем это случайно? Нет, я думаю, что мы просто в городе пока Можно вот так мне сфотографировать? Можно Можно Чего? Боже, как красиво падает Зайка Да, я, кстати, не ожидала, что так красиво О, заросло Дожа заросла Где? Вот так Ой, да, там вода Прикарите И, кстати, она морская. И она заросла просто. Смотрите. Вот так. Очень красиво. Просто невероятно красиво. Вам вот must have сюда. Хочу. Бац! Короче, мне кажется, мы с Евгением случайно пошли в замок. Без билетов. Или нет. Скорее всего, нет. Они сейчас тут пройдут. Вот мои хороны. Знаешь, сколько бог? Это наша прислуга? Да. Как обычно. Да. Как обычно, мы верим видеоблогеру на слово. Видеоблогер у нас никогда не обманет. Верно? Да. А где? Да. Да. А где? Где? Где английский? Что-то Game of Trance снималось тут. Окей, еще потому что они английский писались там. Вот здесь мы уже просто фото китайское. Ты снимаешь, чтобы... Да, потому что мне нравится, я тут болтаешь. Ты тут торчики на YouTube? Ну нет, ну расскажи. Ну в общем выдержку надо ставить в два раза больше, чем фокусно расставить. Ну а на широкоугольном скале иначе. А если у тебя широкий угол там 30 и меньше миллиметров, то 35 например, можно ставить один к одному. То есть если у тебя фокусное расстояние 30-35 миллиметров, то ты можешь ставить выдержку в одну тридцатую. Развалены. И морок. Почему? Вот так и сказал. Я не говорил такого. Один вопрос о фотографировании и ожидании. А, это да. Ну потому что из лицетии только длинномальные. Вот это мы. Да. Идём наверх. Мы очень устали. Потому что здесь вот 10 метров прошёл так вверх. И ноги накачались просто нереально. Красиво, правда? Кактусы всякие. Домики. Здесь вон пустырь. О, кактусик. Сюда, конечно, было бы очень обидно упасть. Потому что это всё сразу же. Здесь у него была гостиница, потому что там теннисная площадка. Там заезд. Ты думаешь, это здесь вот снесено? Вон где ворота. Здесь вот это всё был заезд на машине. Ну или заход на ногах. Там, вон, видишь, какой-то купол. А это какой-то... Интересно, пицарина как-то всё. Блин, как было бы стрёмно сюда упасть. Это уже очень страшно. Не падай. Ты по-любому падал сюда тогда. Ну, думаешь? Да. Это мы с тобой спорим о фактах, которые мы не знаем. Мы чисто с Женей всегда спорим. Насчёт того, что, например, мы вообще не знаем вообще такого типа... Ну, восемь человек в Риге работают профессором астрологии. Астрологии, реально. Я не знаю вообще. Хоть есть ли хоть один? Профессор астрологии. Я говорю восемь. Женя говорит, нет, мне кажется, девять. И вот мы начинаем спор. Мы такие людишки. А мы где-то в таком месте чуть не сняли квартиру. Да, в Беннике. Нет, не в Беннике. Где-то, где-то, где-то... Где-то возле Валенсии тоже, я надея, листья смотрю. А-а-а, бета трасс? Да. Ага. Ага. А в Беннике там тоже. О, гата. Гата. Hola, amigo. Я не двигаюсь специально. Ну, и мы вообще не очень все эти ваши фотосеты. Котик тебя фотографирует. Скажи, Сир. Популярный будет котик. Посмотрите на это. Вот мы были там, в этом замке. И там вот этот город. Кстати, отсюда вы меня как будто город маленький, да? А когда заходишь, он, кажется, нескончаемый там. Ну, когда ты у него первый день. Помнишь, мы еще недорого жили? Ну, когда ты у него первый день. Кажется, сначала. Вау! Вот это да! Вот это горы! Вот это гористый район. Как она там называлась? Не помню. Ну, сверху, да? Да. Посмотрите. Пожалуй, два метра вообще хочет. Ну, да. Видите, такие они ко всему привыкают. Кстати, вот несколько дней назад в городе, тут неподалеку, Дэния. Ну, где-то сто километров. Сто километров от того места, где мы живем. Там акула была. Собачка за ней поплала. Но ничего там. Она хотела, типа, собачкой ее, если поиграться. Но акула была. Ну, там было как-то возле камней где-то. Так они, конечно, на пляже не появляются. Но мы прям с Женей. Я еще Женю подсадила на это, что я боюсь акул. Потому что я прям... Вот я не знаю. Я у нас, конечно, в Риге. Ну, в Латвии плаваю, где хочу. Вот я. А здесь мне прям страшно акул. Хотя я понимаю, что это прям вообще редкость. В раз в тысячу лет она появляется на пляже. И еще раз в тысячу лет она кого-то там кусает. Но мне прям страшно. И я подсадила на это Евгения. Вон тоже что-то один день после того, как мы увидели это видео из Дэнии, где акула. Он такой там стоит. Зашел в чат GPT, чекнул, что там говорят. Какие там морские обитатели. И да, никаких медуз нет, никого нет. Есть только у камней прям совсем. Там эти всякие ежи. Но и то мы на таких пляжах не купаемся. А медузы, как бы они их должны предупреждать, если есть там какой-то период медузы. Ну, в любом случае стрёмно. Потому что мы кто? Сура. Нет. Мы СДВГшники. Мы эти. Мы эти. Я вот когда даже вижу на море, на пляже какую-то тень, мне все кажется. Да, акула. И я начинаю следить за ней. Двигается ли она? Просто больная она. Вот. Так красиво. Город вообще вау. Мы с Евгением в восторге. Меня ты фотографируешь? Так вот. Ой, собачка закричала. Стремно. Лишь бы она не была 2 метра ростом. Боже, как красиво. И, кстати, сегодня 27 сентября или 28? 28. 28 сентября. И примерно 28 градусов. Очень тепло. С утра уже было прохладно как-то. Но сейчас прям вообще солнце греет. Люди загорают. Мы последние 4 дня тоже загорали. Каждый день. Вот так. И мы загорелы. Реально чуть-чуть. Можно видеть. И Жене даже. Но всегда загорелы. Цыган. Ладно, шутка. Вот. Так что мы наслаждаемся солнышком. Но я мажу лицо и лицо Евгения СПЭХа. Потому что иначе просто сгорается все. Нафиг. И вода бархатная. Просто теплая. Нереально. Вот. Так что так. Так что так. Так. Так.